Дрель Дрель Вдом 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 Правое плечо вперед Правое плечо вперед Вдом Ира, правая сторона. Ира, правая сторона. Ира, правая сторона. На этом месте у нас аллея памяти афганцев, которые не вернулись с той войны. Поэтому всегда первое возложение цветов мы делаем сюда. Ира, правая сторона. Я предлагаю сделать минуту молчания в память тех, кто не вернул. Спасибо большое. Теперь второе место у нас памятное там. Мы всегда возлагаем цветы к мемориалу. 28 героев партии. Сейчас развернемся там. Сделаем официальное открытие фестиваля. Приходите. Приходите. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ваши слова В песнях, которые вы поете В стихах Это как знамя афганского движения Большое вам за это спасибо Значит, а сейчас Много речей, я думаю, толкать не будем Морозов здесь, да? Здесь Пожалуйста Тут не слышно будет Я поднимаю тост На друга старого С которым Вместе шут через войну Земля дымилась Плавилась пожарами А мы мечтали Слушать тишину Я поднимаю тост На друга верного Суровалась Оброда своего Я бы не вернулся С той войны, наверное Когда бы рядом Я была его Последние патроны Сигареты лень Мы поровну делим Пополам Одною плащ Палаткой Усогретая Мы спали И отчизна Снилась нам И сколько бы мне Жизнь не опущена Куда бы Ни набросила Судьба Я помню Как однажды Друга улучшила Слила со мной Алганская тропа По старой фотографии Любительской Еще бы слятой Не остыть Стоим мы Два десантника Из Витебской Устало Улыбнулись Объективно Я гляжу На эту память Прошлого Свеча горит И тает Мы в день Последний Верили С Алешей Тот день Пришел Я праздную Один А за окном Начинаю темно Колышится Гляжу на фотографию Курю И мне Хрипший голос Друга слышится Живи А я прикрою Тору в бою Рассвет Сдают За окнами Пожарищем По улицам Трамвай Без звеня Я пью Вино Старого Товарища А был бы Жив Он бы Выйдет За меня И вот Уже Рассвет Стоит Пожарищем По улицам Трамвай И свиня Я пью Вино Старого Товарища А был бы Жив Он бы Чем Семен Ну Товарищу 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 Безпомни Товарищу Рассвет Товарищу Товарищу Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. В Афганистан. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Звучит музыка 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 Посидевшая мать, а она причем ПЕСНЯ В юности огуренная грусть уйдет от нас В такую же часть нас раскумаривает, пусть в последний раз Расстаемся мы с тобою, друг, эти дни войны Они уйдут, гарнизон наш уплывает даль Но мне не жаль, не жаль, ребят, кто там останется лежать Всегда лежать, всегда лежать И пусть пролит дождь авгардских зим Как добрый час, мы плитку часа на двоих раскрабали Еще не раз В юности огуренная грусть уйдет от нас Такой же час нас раскумаривает, пусть в последний раз Еще не раз Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо Третья песня Обычно Это как третий тост Песня Рэквил Эта песня посвящена Клименту Петру Он служил в Кундузе, ребята, в Ганце, если мало ли, кто был в разведбате Погиб четвертого мая восемьдесят четвертого года Был механиком-модителем города Позывной, на который работал Петер, был Кобра Песня так и называется, Кобра Было теплое Майское утро Из-за гора Разогрела царь Заходила Кала в ущелье Кобра первой Кала ползла В это утро Не смог быть я И тебя В это утро Не стало И колени Упали к земле В цинк тяжелый Тебя Тебя Положили И на Родину В нем Повезли Я стоял Провожал Твое Тело А душа Осталась Сама Поскольку Вспомнал Как мы Отсота и мечта Вернулись Рав careful Хорошо Петя, друг, добрый, милый, Петруга, Разрывается сердце мое. Ты в могиле спишь беспробудно, А я землю топчу сапогом. Часто маму твою навещаю, Посидела от горя она. Твой портрет обнимаю руками, Незадвенно хранит ордена. Эти строки тебе посвящаю. Жаль, не мог ты оценить. Я запел, чтобы знали все люди, Как умеем мы дружбу хранить. Я запел, чтобы знали все люди, И всегда они помнили вас, Кто остался навеки в Афгане, Выполняя нелепых приказ. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 На глупость ставят, 那 fert Niebusin, Нас засылали в Афганистан, И кто так первым на смерть шагнул, А кто платил, кто дуэльнов. Прошло все это, как страшно в сне Те, кто вернулись, теперь на дне Одним прикрепим, кто много знал А кто не грелся, тот поздравил И что же, братцы, у нас сейчас Все разбежались, и свет погас За жизнь проблема и суета Так что же, братцы, ну что там Да, вперед, Афганец, будь молодым Вперед, Афганец, и будь крутым За нас не будут ломать мосты Вперед, Афганец, все впереди Вперед, Афганец Элины счастья, не страшеный сон Иколы власти и пустослов Нам зажимают, как пенитат Все в этом мире не просто так Пусть друлевые дадут ответ Кто виноват, что правды нет Кто посылал подбори наших братьев Кто виноват, кто потерял Ответит за убитых сыновей Вперед, Афганец Вперед, Афганец Вперед, Афганец Время не ждет Ты должен взять и пак За то, что правды нет И пусть узнают все причину этих лет Вперед, Афганец Вперед, Афганец Вперед, Афганец Вперед, Афганец И путь крутой За нас не будут ломать власти Вперед, Афганец Вперед, Афганец Вперед, Афганец Ведь жизнь идет Вперед, Афганец Время не ждет Ты должен взять и пак За то, что правды нет И пусть узнают все причину этих лет Вперед, Афганец Спасибо Спасибо, братан Ваши гости из города Ленинграда Трио Миссия Кагуля Спасибо, ребята Стихи его Порой еще не опубликованы Известны читателям и слушателям Именно так произошло Со стихами старшего лейтенанта Михаила Михайлова И произошло потому Что лучшие его стихи Это авторские песни Которые он пишет давно Является талантливым исполнителем Его песни Дорожный знак Разговор с ПТР Хорошо известны широкому кругу слушателей Песни Михаила Михайлова Запоминаются А значит Живут в нашей душе Михаил Михайлов Михаил Михайлов Точно не станет Надо держаться на перевале Дам отдышаться Ты ведь все можешь Бохать транспортер На вертатуре Тысячи метров Все я забуду На солнце и ветре Буду как матерь Возле твоих яран К черту ступай И воду и реку Ты не машина Как человек Ты будешь жреть Последний начат Чаран Коль дойдем от пыли Все сентую Я тебя родимую Понят Гребко обниму И нас целую Дольше на морду Мокрую поем Всегда Всегда Спасибо Да, такое тоже бывает Что автор забывает Свои слова Почему Миша Их достаточно много Наверное, это только праздник Аплодисменты Уходиться Средь улиц И среди этажей Отойдем Отопьемся Просто По дискулю Мы теперь Вернемся Пусть вдруг И минут Все Кушать Точно Тому Выжим Пороть Так Между вагонами Меж войной И домом Ветер Пытается Родной Развеселить Запахами Шпак Но Горло Комом Мы Границы Зам 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 ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Который ушел от нас, умер в прошлом году Я уверен, что мы не умираем И наши души когда-нибудь встречат где-то там Илья в прорези прицелы Глядел он немало раз Но вот остался целым Меня товарищ спас А друг из цены Вовка Проказник и пижон Из бурой из винтовки Душманом до сражен По мне пройдет Со мною в Аарбату Не улыбнется солнцу и письме Хороших был другом и солдатом Вы на слове должны поверить мне Хороших был парнем и солдатом Вы на слове должны поверить мне И ветры нас косили И мы срывались вниз Из автомата выбили И лепится карниз В лицо нам пила вьюга И жег нещадно зной Но всюду бога друга Я чувствовал собой И мечтали бы пройти с ним И мечтали бы пройти с ним в Аарбату И смеяться вместе с солнцем и смех Хороших был другом и солдатом Вы на слове должны поверить мне Хороших был парнем и солдатом Вы на слове должны поверить мне И мы много попросила И вот только легкий норд Мы с ловкой через силу Покинули наш борт Внизу земля сверкая В объятия брала А враг нас поджидая Дырявил бы купола Мечтали бы пройти с ним в Аарбату И смеяться вместе с солнцем и весне Хорошим был он другом и солдатом Вы на слове должны поверить мне Тоска порою глужит И я гляжу вокруг А вдруг среди прохожих Мне встретится мой друг Но быть того не может Сражен он напомал И горем не поможет Ни бог, ни генерал Мечтали бы пройтись в Аарбату Смеяться вместе с солнцем и весне Хорошим был он другом и солдатом Вы на слава должны поверить мне Да, многие уже поняли На сцене Валерий Горбачев Город Дрозный Ну, маленькая ошибочка произошла Потому что все Горбачевы живут в Старополе И вот я уже сегодня И за кулисы, и там И говорят, что люди немножко спят Конечно, мне хватит очень песен Много у меня своих Которые могли бы и расподрить И тревожить душу Но я хочу, чтобы вы немножко Немножко просто отвлеклись от этой темы Это очень серьезная тема Афган Поэтому предлагаю спеть очень простую песню И называется она очень просто Установка Прокашпированный был Трижды Кашпировским Пусть даже толку для здоровья нет пока В саду сеансы помогли соседу тезке Который духу чуть не дал от Чумака Ведь он всю жизнь провел в партийном кресле Под установкой лидера судьбы А все мои злосчастные болезни На почве политической борьбы Пускай мозгиня пудрил Чубаковским кремом И пил водицу Не взяроя на поднос Мне ж на плевать С каким названием Система Налечность Нам по-человечески Жилось Да, я доверяю Телетерапевту От запасного К тощей Организма Ведь наш Минздрав Так лечит Пациентов Храпу видал Я их Монополизм Не в том мне возрасте Чтоб создавать Кумира Но феномен И Кашпировский И Чумак Он моя соседка Похудевшая Жира Спешит с бельгийцам Поскорее устроить брак Как и друг девочка Она теперь на все согласна Лишь бы свалить И жить там Для себя И утверждает Здесь сейчас опасно В стране гуляет Приза октября Как понимать все то Что с нею происходит Когда со мной Совсем не то И то не так И я хочу спросить При всем чистом народе Зачем все то Бог знает С кем И черти как Как дайте Установку Феномены На этот Политический Стриптись Что как на лавненье Понижали сцены Те от которых Дорожает жизнь Совсем не тот я Горбачев И потому так Хочется На праздник тост Поднять еще За имя просто Из-за отчества И коль В общем-то Я думаю Что всем Понятно Та ситуация В которой мы Сегодня находимся Для чего Мы здесь Собрались Почему мы говорим Поэтому я хочу Вам представить Песню Конечно Безусловно Даже вот Афганцев Встречаю ее Восьмидесятого Года Димбель Черчирчик Выскакивал В госпиталь Вот Я предлагаю Вам спеть Что-нибудь Старенькое Но для Унма Ты получаешь То Что заслужил Есть в Библии Такое И в Коране Несерп Магометанский Нас крестил То Усмысленным Названием Афганец Несерп Магометанский Наши сны Как трупы Искром сают До рассвета Мы дети Необъявленной Войны Мы даже Не имеем Дня Победы Как Отомстить Охота За друзей Которых Мы в Афгане Потеряли Когда Слышны Упреки От Людей Что Нас Парни Туда Не Посылали Погибшим Все равно Но Как Живым Покинуть Эту Толбевую Яму Ведь Конфликтуя С Обществом Своим Мы Схожи С Ветеранами Вьетнама Кого Винить И Наша Левина Что Вкус Борьбы Почувствовали С детства Но От отцов Последняя Война Досталась Нам Как Мрачное Носледство Когда По Красной Площади Идут Секаня Наши Доблестные Силы Мне Кажется Потомки Все Поймут За Что Ж Так Вождей Тресут Могилы И Получаешь То Что Заслужил Нет В Библии Такое И В Коране И Серд Магомеданский Нас Кресил Двусмысленным Нам Звонием Афганец Стоит Перед Историей Здравии В Тени Салютов Наши Поколение Мой Дети Необъявленной Войны Для всех Ваших Удачи И Преступлений Я хочу Валера Валера Одну Минуточку Дело в том Что у Валерия Более Двуссот Афганских Песен И Вот Когда-то Валерия Пока Он был Здесь Пел В общем-то Песни Действительно Трудно Отличить А то Другой По качеству Они все Достаточно Интересны Но Когда Прозвучала Песня Безвести Пропавшей По-моему Она Всех Просто Потрясла И сейчас Валерия Я очень прошу Пожалуйста Это Уже Позаказывают Вы Знаете Даже Мы Здесь Сидящие В Зале Может быть Даже Где-то Для Нашего Общества Для Нашей Системы Оказались Безвести Пропавшему И По этому Пряму Прошу Просто Принять Ее Как Ощущение Как Образ Боли Очнулся С того Света Среди Чужих Монегур Я Безвести Пропавший Таков Мой Приговор В бою Не застрелился Меня Контужил Взрыв Контужины Казанили Но Я Остался Жив Рук Нету Ног Не вижу А В животе Земля Поеходят Неподвижен Как Человек Смея Поиздевались Годы Началом И ушли Как Иногда Не убили Как Иногда Не Заскли Болян Списнут Зубы Чем Мама Родила Зализывает Роды Вонючая Сола И Никого Нет Редом Чтобы Меня Добить Лишь Копра Как Священник Над Головой Стоит Нашла Себе Подобных И Королева Змей И Свох Меня Отбыть Прошу Страц Выходит Толку Нет Мы Говорим Как Будто На разных Языках И Чувствуется Сильно В тебе Смейный Такт Ты Первой Трех И Трех Семь Coffee Во Семь Вот Такого сыра врага! Очень жаль, что девушки так далеко, Валера очень любит целовать красивых девушек. Тогда одна из самых первых вопросов. Афганцы, подводите, пожалуйста. За плечами рюкзак, Войдем в мои полипасы, Кружка, ложка и нож, Котелок в запасе. А злужку дачим мы, друзья, в Афганистане, И поэтому мы чуть-чуть... Сляху! Давайте так, знаете, я сделаю Прямбул, это последняя песня. Дело в том, что очень сейчас много стали говорить о неопознанных летающих объектах. Поэтому я сразу же написал, открылся у меня эту просьбу, написал эту песню, которая, в общем-то, не изменит название. Для вас я исправил, и я хочу, чтобы вы сегодня отдохнули, чтобы вы сегодня вышли с хорошими впечатлениями, с хорошими эмоциями. Пусть даже слезы на глазах, но чтобы это были хорошие эмоции. Понимаете? Именно в эмоциях, именно в чувствах, это мудрость наша, понимаете? Поэтому я знаю, что сейчас будет о битвах там говорить и о войне, я сам гораздо это. Но я вам так скажу, ребята, кандидаты в депутаты, я за вас под автоматом не пойду голосовать. Но в программах ваших нету ни единого проекта. По летающим объектам, чтобы по ваге не слетать, не было так понять по званиям, то, что дураков здесь нет. Если инопланетяне с малоразвитых планет, потому как опыт редкий. Говорить сейчас о том, да было бы что пожрать тарелки, и без них мы здесь найдем. Интерес огромных деток. День опознанным объектам, здесь они по всем приветам сами лезут на рашон. На хозяева летают, по ночам запах пугают. Однажды мать чистая, я был шутка потрясчен. И соседнего колхоза посреди страны без слов утащили под ебрнозом лучших передовиков. Те, кто рядом с ними были, знак протеста на полях. За басковку объявили и подняли красный флаг, как один в трибуне рвались. Даже те, кто не встречались, позабыв, что урожай весь, засыхает на корню. И кричал один бритый, дайте место мне для битвы. А церковные молитвы успокоят пусть на родину, заглушая криком в трактор. Тричный вспомнил бургомать. Призывал колбового рада, потерпевших выручать. Лишь концовки бурной речи в небо кулаком потряс. И послал туда пришельцев, где макар, телят и бас. Вместо битвы за уборку шел народ на завастовку. Накаляя обстановку не по дням, а по часам. И так и до что в стихли страсти. Близ во воинские части. Предложили наши власти разойтись всем по домам. Но шапок в ход попало, как сам черт не разберет. И защитщиков скандалом взяли власти в оборот. А остальных волною смыло потерпевшее село. Ибо доблестные силы это во мне НЛО. Тот, кто в этом сомневался, забудел в холодный карцер. На вопрос, где жизнь на Марсе точный, там дают ответ. И способны всех клетов ограничить на сто процентов. Отлетающих объектов хоть на все пятнадцать лет. Если в миг напутавший был заслепан протокол. Кто газетчика пропавший, где магнобию развел. Но мне надо лезть в модельку. Ничего нам не грозит. Что есть вот так, где в Абадимку он с пришельцами стоит. Сомневаюсь я однако. Что вреда нет от контактов. Он же, ну здесь это как-то. Хуманоид посетил, как она при всем народе. От него в мамашах ходит. Ну а на втором заходе чуть мою не соблазнил. Я контактов не принимаю. Я аж устрою морг домой. Чтобы предпришельцы землю обходили стороной. Знаем мы контакты эти. Безобидные на виде. А на них бывают дети. А на других проклятый спит. Кандидаты в депутаты. Нам нужны по горло акты. Коль понадобятся факты. Мы доставим к вам домой. Ведь пропавших нам вернули. Удававших не согнули. А народ будет как улей. Перепуханный грозой. Чтобы нас не изучали. Как в науке обезьян. А не то свои печали. Мы направим в Ватикан. Им направились очень в НАТО. Но тогда хочу сказать. Мы за вас под автоматом. Вам сказать только одно. Чтоб у вас всегда было здоровье. Вы нужны. Нужны не пусто этой земле. Вы нужны своим детям. Своим матерям. Своим отцам. Своим братьям. Сестрам. Ваше здоровье. Будь здоровья. Обязательно буду. Наталья обаятельная. Слушай, кстати. Хоть в профиль, хоть в анфас. Но это чисто... Ты мне предупреждал Наташу, когда я видел вперед тебя. Ты в это время где-то отсутствовал. Не знаю где-то. А Наташа была. В нашем доме. Пойми, это пассивная душа. Я же ее искал всю жизнь. А вот оно. Конечно. Вамира, где ты немного сидел. Несколько вопросов. Говори. Наверное, у тебя самый теплый прием был здесь, на фестивале. Пока. Самый теплый прием был у меня, когда я приехал домой. Восьмидесят там, через госпиталь. Это был самый теплый прием. И никогда, нигде я не буду ассоциировать. Такого я уже навряд выяснил. Я имел ввиду просто этот фестиваль. Конечно. А я буду... Что для девятнадцати не было? Вчера у Голкострофа не было. Что для меня значит популярность? Популярность это просто вещь, которая дает возможность для человека просто выступать. Хорошо выступать и иметь зрителя, слушателя своего. Поэтому я сейчас говорю, что вот даже этот фестиваль, он не откроет тех имен, которые заслужили этого. Почему? Потому что... Потому что очень много самого хорошего, талантливого, даже, может быть, гениального. Извини меня, Бог сосоветует. Гениальные вещи, гениальные люди здесь встречаются. Но они не вылазят на сцену. Как говорится, помогите талантам. Гады сами пролезут, понимаешь? Популярность, она дает возможность... Это как признание, понимаешь, для меня. Как признание, как признание того, что ты делаешь. Вот ты делаешь, спрашиваешь, говоришь, отвечаешь, выступаешь на телевидении, тебя слушают, тебя понимают. Вот популярность, понимаешь? Ты считаешь это популярным? Есть. Ты считаешь? Ну а кто вот в нашей компании, которая сейчас поступает, управляет? Ты знаешь, между прочим, в этом слове что-то есть негативный такой, криминальный. Даже пускай... Криминальный, наверное, в разрезе нашего времени. Понимаешь? А назовем по-другому. Ну просто вот именно... Ну как бы... Пускай опять же негативный, но авторитетный. Мне трудно сказать почему, потому что я автор в исполнителе, воспринимаю немножко не так. Я воспринимаю где-то не по музыке. Я воспринимаю по тексту. Это может быть второе, но первое, как людей. Понимаешь? Вот человек, для меня просто человек, это несущий свою энергию, эмоцию, свою жизнь, понимаешь, свою аккумулятор, понимаешь, который раскидывает все расплески Петрея, Паверка, Морозов. Прекрасные ребята. Я не думаю, что, в общем-то, они... Они являются критерием, может быть, для истины, для подвода к популярности. Нет. Популярен Розенбаум. Популярен стал противно, но Высоцкий. Понимаешь? У тебя есть какие-то расстреления? Обязательно. А у тебя против Высоцкого имеются какие-то дела? Нет. Не в том смысле. Я просто не понял, что это есть. Вот даже, смотри, ты записываешь, может, не записывать. Понимаешь? Дело в том, что Высоцкий явился тем человеком, который виноват, как Горький. Помнишь? Буревестник. Вещего. Который поднимал революционные дела у нас. Но это время было такое. Высоцкий тоже поднял ребят. Ребят, ведь до 80% мечтают попасть в Афган. Потому что понимали песни Высоцкого не в прямом, а в переносном смысле. Вернее, наоборот. В прямом смысле, а не в переносном. Ведь, понятно, душевная борьба там сказана. Я думаю, что он умер вовремя. Как, в общем-то, любой гениальный полет умирает вовремя. Отношение моё к нему такое. Я его не воспринимаю как актер. Мне не нравится. Да. Мне нравится. Но его детство, его песни, его не стиль. Это не его стиль. Стиль был выработан гораздо раньше. Просто его желание петь и говорить правду. То, что он видит, то, что он знает о смыслных формах. Понимаешь? Это уникально. Я думаю, что дай Бог, чтобы нас... Ой, среди нас афганцев, почему мылись? Высоцкий. Мария, а правда, что ты собираешься, грубо говоря, о Малинина? Да. Как ты это собираешься сделать? Я Малинина не знаю как человека. Откуда ты звал? Слушай... Да, и при этом... Поэтому я переехал в Москву. Поэтому... Малинина не нравится за одну такую простую вещь. Понимаешь? Он знает прекрасно, как исполнитель песен, что его воспринимают люди, простые люди, как автора, исполнителя своих песен. Понимаешь? Он делает концерты, шоу, программу, бизнес, там ещё крутит, что там, пятое, десятое. Но он поёт не свои вещи. Он почти ничего не делает сам. Знаешь, как тексты одного, музыка другого, исполняет пятый. А он выходит вот в таком костюме, с косой тут. Понимаешь? И когда я его вижу, мне это так обидно, потому что я знаю голоса лучше у него. Хотя бы ту же песню взять. А опять один в постели полусонной. Первая вещь. Какая жаловская вещь. Это разумевал. Это Звездинский. Опять один в постели полусонной? Да. Я сам был убит, когда... Это Звездин, Звездинский. Звездинский. Звездинский? Да, вот. Звездинский. Нет, ну подождите. Да, вот. Звездинский. Звездинский. Да, да, да. Нет. А он поёт не из своих. Вот когда ты в тифрах увидишь... Эх, баграмская дорожка! Тонка глянет над баграмом в траве шлее, И аж парит шгучим солнечным лучом. Бателин в зерне, в двумя, мешками перешено. Седоков с жабо-дуносит и столб он. Седаков Еще раз начнем Только глядит на пограбан Бухгареша И аж паря жгучим Солнечным лучом Батерин взрыве В двумя движками пешена Седаков Джабалю носит Быть столбом По дороге перекрестку Едем змейкаю В колею попасть В водителю впервой Зазевается И может сей семейкаю От фугасов Прямо в раме летимой Ну водитель сильный И рулит уверенный Будь всегда насторожен Не смотри на длинные На дуганой глине На фигурке параджей А народом шли полоской Аспальтовой Вместо столбиков Заставы и посты И дувалы в зоне отдыха Базальтовые Амбразурами чернеют Сквозь кусты Эх, бандерамская дорожка Шутки в сторону Где мой верный И надежный АКС С пулеметом Поработаем мы Поравну Если вдруг Душман Пойдет На берез Ну водитель сильный И рулит уверенный Будь всегда насторожен Не смотри на длинные На дуганой глине На фигурке параджей Как погляд На бакрамм Утро-лечный И аж пары Жгучим солнечным лучом Благодаря В зерне В двумя Движками Пешено Седоков Джаба-люна Были в столбах Песня написана Последний Наш 1989 Новый год Мы отмечали В этот раз Столовое Все вместе Солдат Офицеры Сидели И вдруг Вот Настал такой момент Когда наступила Тишина Вот Буквально Несколько секунд Стало ясно Что Думает Каждый Своих близких Родных О невестах Женых И уже Тогда Легрей Прямо за этим столом Где первые строчки Эта песня Опять тебя нет со мной Так уже было Было Прежде Год Отошел В мир Но Несенимая Надежда Укрылась Ночь Пледом Писерным От посторонних Глаз Чтоб Союзши Таинственный Намаз Отбил свой Звон Неуверенно Декабрьский Хмурый день А вы А вы Глаза Светло Серги Вы Где Опять Тебя Нет Со мной Опять Мы В этот Час Не Вместе Пускай Необыкновенная В окне Ложатся Вы Стра С Веером На Призрачную Ель А вы Глаз Светло Серги Где Опять Тебя Нет Со мной Иначе Быть Увы Не Может За белоснежной Стеной В тебе Мой Путь Уже Проложен Забочен Пыль Нагоняя Страх Закрутит Злобный Смир Лавина Может Лецепт Мед На Подстеречь Последний Бой Может Там В горах Но Стоит И Гадать Всего На Этой Трассе Можно Ожидать Примет Песок Наш Фигурный Снег Разбит И Кали А Вы Глаз Свет Последний Вы Где Опять Тебя Нет За мной Так Уже Было Было Прежде Год Отошел Уверенной Но Лишь Сильнее Моя Надежда Литвый Снег Тает Медленно Афганский Снег И Получ Необыкновенное Огне Отвился Звон Неумеренно Декабрьский Хмурый День А Вы Глаза Светло Серые Вы Где А Вы Глаза Светло Серые Пак Умелся Вот Здесь На Этой Фестивале Хотя Знал Его Давно Но Чисто Визуально И вот Я узнала Что Прекрасный Лирик Прозвучала Одна песня О любви Ну такая Она была нежная Трогательная И самое Главное Что у нее Было Оптимистическое Такое Мажорное Завершение Саша Вы поняли О чем Я говорю Ну вот Уговорили Итак Песня О любви Милые Девушки Наверное Я думаю Саша Посвятит ее Вам Я не виноват Мне разрешили Сразу Продолжение Песня Продолжение 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 Республика В Heil PJ И колонна лежит сын вперед. Наши нервы снова на пределе, Где для наших душ покоя нет. Может, в этот раз в Афганской голубей Засыпать я буду, покиная свет. Мы не знаем, что там за поворотом, Мы не знаем, что будет в береге. Я плотаю пуми, я бы говоришь, вот, Афганат лежат в своей груди. Друг Стрипана захлестнул уши, Засвистели пуля вешка, И, казалось, выстретнули души, А в сердце власть бескрайняя носка. В предпочтах полетели драки, И котел от танка улетел. Нам теперь не обойтись без драки, В тот момент подумать я успел. Развернули пушку влево-вправо, Вся трех вода в скалок залегла. На врагов всегда найдем управы, Как бы их судьба не требла. Этот бой не очень долго длился, Там полздела, и мы дрынулись вперед. Песня. 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 Слышь, как сердца вокруг горячо стучат, А ты славно вспомнил, что-то снял их за плеча, Попрощался ты с матерью над ногой. Как и трудно будет без тебя домой, Муж нерастерянно посмотрел кругом, Скоро ли увидишь свой ручный клуб. Впереди дорога, долгий трудный путь, В боевых походах сильный храбрый путь, Чтоб враги боялись встретиться с тобой, Чтоб счастье вечно было под землей. Да теперь солдатом стал мир на земле, Которцы когда-то его уберегли, Чтоб было не было, надо счастье усилить, Ищусь и преданную Родину любить. Перестань предать невесту в полу и в грусти, Пошелай любимому счастливого пути, Между почащих письмом присылай, Пошелай удачу, счастья пожелай. Подний вечер вдоль прошел, фонарей горят, На перроне шумом призывники стоят, Слышь, как сердца вокруг горячо стучат. Заслези на глазах Слышь, как сердце, Слышь, как сердце, Слышь, как сердце, Есть? Хочу исполнить старую песню, Которую я пел там, в Афганистане. Научился я, когда лежал в госпитале в Афганистане, Был лет до 80-го года, Миша Спуров такой из Витебской дивизии, Парень не играл эту песню, Сержант уходил на дембель, А вот я после госпиталя приехал назад в Афган И пел ее нашим ребятам, У меня тогда еще не было своих песен, Ну, многие знают ее как воин, Интернационалист эту песню. Я, к сожалению, до сих пор не знаю, Кто автор этой песни. Был бы благодарен, если бы кто-то мне помог, Может быть, даже здесь, в зале, находится автор. Я воин. Интернационалист. Но не в названии его, Не в названии. Пусть даже назывался я расист. Вам лечь не стало, и хвани. Мне надоело нервничать, ведь нервы не сучок. Я нажимаю ласково на спусковой крыщок. И клад на кровной трассе по воздуху летят, И я хочу того же, чего они хотят. И хвани вы загнулся, и дымом стало сверстить. В отдыхе осталось пятеро, а было раньше шесть, Потом четвертый, пятый, третий, и второе палом. А в первом бою сашка, друг, нечаянно, а пора. И падают их в ванне на землю, а потом. Мы складываем рядышком, И хромимим пластом, Работаем на славу, И соскнули у кьян. Нас где-то за кордоном, Завод в Пьетнам прямлян. Нам просто проявляют Огромный интерес. Бабашев, Церезинский, И дядя Сара Сверс. Да и война такая Совсем не по-на-другу. И морщи от сад этого Агенты зеруют. Но все же лезут сволочи Сюда, в Афганистан. Их прям куда носят? Заседний Пагестан. Бинток М-16, Китайский автомат. Но нам ведь не сломаться. Скажи, не правда, брат? И хвалят, и кисловочек. В окно дуал залез. Но здесь уж нам поможет Проделимый АТС. Петенок помещение слазит. Заранил сон плечом. Кто-то в мечах погиб. Кто-то в мечах пойдет с мечом. А где-то дома Журавей, дух, тар. Цветет сирень. Походу идут туристы. А ты рассматриваешь Древних черекар. И очень тихо Шулочек, ланчиста, И шурупов. И петенок шея Страх-другой. Передо мной Передо мной Собай Печет на солнце И тепло Печет на солнце И петенок шея Я золотился По надпиеных парят Плантация горного мака Кружусь как птица Я так и в самоплаках Кружусь я в обвинном тумане Печет на солнце Глаза петенок Любви и ласки Свет Печет на солнце Печет на солнце Печет на солнце Не уходи Не уходи Прошу Не уходи Прогресс Печет на солнце Печет на солнце Я забудился Печет на солнце Печет на солнце Печет на солнце Кружусь как птица Я так и в самоплаках Кружусь я в обвинном тумане Кружусь я в обвинном тумане Субтитры подогнали Симон. 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 Я являюсь следующей группой. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал, 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 Морозова и Александра Халила. Уходим! Пускай не звучит от обога нас кабинет и грамотит. Господа я обдал, это пылесочный мир. Не пристало добро вспоминать в огонь. Только что-то грустит твоей крови. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте горы, банды дни. В чем наша боль и наша слава? Чем ты, великая держава, И скупишь слезы матери? Отвернуться сюда больше тысяч девок. Сколько нас полегло в этом голодном походе? И дела не доделаны попросту, но... Мы уходим, 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 уходим. Прощайте горы, банды дни. Какую цену здесь плати? Дрога такого не добили, Каких оставили друзей? Труд, святого и безума, Тихо-банды дни. Столько нас уцелело. Прихом развод взводит третий тост. Даже ветер нас кломотает. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте горы, банды дни. Что мы имели, что отдали. Надежды наши и печали, Как уживутся среди людей. Биографии наши в полдюжина строки. Социологи в тисках. Сейчас видим в моде. Только разве под властью науки Востока? Мы уходим с Востока, уходим, уходим. Прощайте горы, банды дни. Чем были мы в краю далеком? Пускай не судит она Бога. Нас в кабинетных галактик. Прощайте горы, банды дни. Какую ценность без потери? Врага какого не добили? Каких оставили друзей? Мы уходим с Востока. Мы уходим с Востока. Уходим. Группа «Касказ», город «Кормыш». Одну минутку. Игорь Морозов. Одну минуточку. Аплодисменты. Мыс! Мыс! Смит! Аплодисменты! Мыс! 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 Тогда вы IFS. Здравствуйте! Фестиваль афганской песни! Ура! Аплодисменты! Здесь находится Игорь Морозов на сцене, я думаю, что он обязательно ответился на вашу просьбу, Игорь, пожалуйста, батальонку. Ребята, гитару надо только взять, потому что у меня 7, очень просто. Так, окей. Может быть, играть? Мистер. Еще живой. Ребята, я отдавал, она на 6 перестроена, а я на 7. Ну, сейчас попробую, да. Стой, говорит, сволочь, пока не удавили, да? Давай. На войне, как на войне, а нам труднее там вдвойне. Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег. Мы не прощаем все детские, чужие целедные ночи. Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег. Пантальонная свет, при делу звуча и плетно, что не день, но снова воин, снова воин. А если так случится, вдруг, тебя навек оставим, вдруг, не осуждай его, воин надо, кубин мой. Пантальонная свет, при делу звуча и плетно, что не день, но снова воин, снова воин. Ты, сестричка, в медсамбаде, не тревожься, Бога, ради, мы на свадьбе доживем еще с тобой. Он молодой. Ты, сестричка, в медсамбаде, не тревожься, Бога, ради, мы на свадьбе доживем еще с тобой. Когда закончится война, мы все наденем ордена, бурьбой усядемся за дружеским столом. И вспомним те, кто не дожил, кто не дожил, кто не дожил, не долюбил, и чашу полную товарищам нальем. И вспомним те, кто не дожил, кто не дожил, не долюбил, и чашу полную товарищу нальем. Патальонная разведка, в небе с телом смущает лента, что не день, то снова воин, снова воин. Ты, сестричка, в медсамбаде, не тревожься, Бога, ради, мы на свадьбе доживем еще с тобой. Когда закончится война, ты, сестричка, в медсамбаде, не тревожься, Бога, ради, мы на свадьбе доживем еще с тобой. Мы припомним, как бывало, в ночь шагали место не было, Как ходили мы в атаку, как делили в другом лягу, и последнюю щепотку на боках. Как ходили мы в атаку, как делили в другом лягу, и последнюю щепотку на боках. Патальонная разведка, в небе с телом смущает лента, что не день, то снова воин, снова воин. Ты, сестричка, в медсамбаде, не тревожься, Бога, ради, мы на свадьбе доживем еще с тобой. Ты, сестричка, в медсамбаде, не тревожься, Бога, ради, мы на свадьбе доживем еще с тобой. Патальонная разведка, в небе с телом смущает лента, что не день, то снова воин, снова воин. Ты, сестричка, в медсамбаде, не тревожься, Бога, ради, мы на свадьбе доживем еще с тобой. Дорогие друзья, мы благодарим вас за терпение, за то, что вы так долго были в этом зале. Большое спасибо вам за... Саша, скажи, что-то смешное, что буду бахнуть. Саша, ну ты почему-то? Чрезвычай! А, в логике, товарищи, самый главный. В логике! Да не, не так. Это кормилица. Все, внимание, сейчас, кормилица, иди сюда. Мы уже задали, сейчас тебя товарим, все нормально. Это действительно самое главное. Ребята, по-прежнему. Ребята, по-прежнему. Пури восторга. Рад, по-прежнему. Сидеть! Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! Добрый день! И каждая встреча с ним — это встреча с мудрым, доброжелательным и прекрасным собеседником. Встречайте! Владимир Коростылёв, город Алмада! Сынша море, счастье горе, мир и страшная война. Сытость, голод, жар и холод, стар старик, а парень молод, жизнь как раз-то не полна. Заплывай вино водой, радость расправляй бедой. Жизнь контрастами полна, жизнь контрастами сильна. Свет и тень, пух и кремень, невиновность и вина. Смерть, рожденье, плачь и пенье, гладь озер, морей кипенье. Свет и тень, пух и кремень, невиновность и вина. Свет и тень, пух и кремень, невиновность и вина. Свет и тень, пух и кремень, невиновность и вина. Запивай вино водой, радость расправляй бедой. Жизнь контрастами полна, жизнь контрастами сильна. Запивай вино водой, радость расправляй бедой. Жизнь контрастами полна, жизнь контрастами сильна, сильна, сильна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вас приветствуют, младимир Красилевский, участники фестиваля «Лаганской песни». Спасибо, ребята. Я прошу участников второго дня пройти за улицей и занять свои рабочие места. Свет и тень, пух и кремень, невиновность и вина. Русский парень На афганской земле муравей Мусульманин ползет по скуле Очень трудно ползти Мертвый слишком не брит И тихонько ему муравей говорит Ты не знаешь, где точно скончался Абрам Знаешь только одно, где-то рядом Иран Почему ты явился Сан-Желентром Здесь впервые услышавшись Слово Ислам Что ты дашь нашей родине, нищий басой Если в собственной очередь за колбасой Развивала убитых пан Чтобы опять К двадцати миллионам К двадцати миллионам К двадцати миллионам Еще прибавлять Русский парень Жив На афганской земле Муравей Мусульманин Уползет по скуле И о том, как его бы Поднять воскресить Муравьев православный Он хочет спросить Но на северной родине Сирот и льдов Маловато осталось Таких муравьев Головастый, тщедушный Но словно из плена на людей Горделиво глядит инвалид Да он выпил И море ему по коленам А колени Однако Так но уже нет Но села Голова Да к тому же какая Инвалид Рассуждает А люди в ответ Только машут рукой Только машут рукой Только машут рукой Торопливо шагая Не за тем, что внимание Как-то привлечь Не за тем, что звенела Толпа медиками Инвалид Затевает опасную речь Он храбрее, храбрее Чем люди с ногами Люди молча глядят На его удальство О, как Он может всю праздну Открыть без оглядки Отчего он такой Он такой От того Что душа никогда Что душа никогда Что душа Никогда Не уйдет уже в пятки Стратула С бетонных Заплеванных Плит Голова Сычи душны Ну словно Из плена На людей Горделиво Глядит и молит Да он выпил Да он выпил Да он выпил Да он выпил И ненавиду Аплодисменты Аплодисменты Совсем недавно он завершил это стихотворение Просто никак не мог найти последних слов И получилась песня почти по-старинному Крик души молодого человека, любого афганца Буйная головушка, буйная селенушка Куда и молодецкая широкая душа Что печаль гнетет тебя, али в душе тоска Али закручилилась, али пригорюнилась Да и не сверкаю радостью в глазах Только не сверкаю радостью в глазах Али преснь закончилась, слов и добрых мало Только свежей влагою наполнились глаза И глядя сурово, вдаль они бескрайнюю Словно смотрят в прошлое из далека Только смотрят в прошлое из далека Беспотой не моет простор С ветром больным пополю Я не знаю, что со мной Сердце так болит Али все потеряно Жизнь ведь только начата Не томи меня, кручина Боль мою люби Да, гора и моя чина Жизнь моя дарит Да, гора и моя чина Жизнь моя дарит Да, гора и моя чина Жизнь моя дарит Я хочу напомнить, что учредители фестиваля Объединение ветеранов войны в Афганистане города Алматы И Московский городской совет воинов запаса Учредили памятные призы участникам фестиваля Несколько слов по твоему выступлению Ты начал петь в Афганистане? Нет, я не служил в Афганистане Ты не служил, а поэтому не в форме Я просто артист Я с артистом театра с трудом Я не буду с артистом С артистом в Афганистане И поэтому человек, который не служил в Афганистане Не может полностью прочувствовать Эту ситуацию, чтобы написать хорошие песни Только ты думаешь, о чем ты будешь петь через 3-4 года? Через 3-4 года? Практически Я пою в жизни то, что Мне это ближе к душе и к сердцу Как я меняюсь с эволюцией С годами Так я и пою, да То, что мне ближе к этому возрасту А вот интересно, раньше Воина афганца считали героями Вот сейчас уже считают его оккупантом, роботом Я и тогда не считал, что он герой И с самого начала Я всегда всех людей считаю нормальными Просто Все люди Я просто человеку по качеству отношусь точно так же Если человек нормальный, значит у меня нормальчик Просто я считаю, что их судьбори Представитель нас москвы Многих определил на то, что они не виноваты Любой из нас москвы А чем занимается театр-студия? Театр-студия Спектакль, взрослый, детский, кукольный спектакль И концертная программа Где вас нужно отзывить? Дом офицеров, первый этаж, пожалуйста В октябре месяце начнется В ассистетах российских Дом офицеров Сейчас такой вопрос Голубой цвет какие-то странные эмоции стал вызывать А нас не смущает это? У нас, в самом деле, называется голубые Береты Если не мы делом доказываем в каждой командировке Что этот цвет у нас только на билетах И на погонах И на терняжках Он у нас не ассоциализируется Это когда не допрессит? Этот ответ Этот ответ Парда Стоит вам написать сейчас какую-нибудь легкую песню И вы сразу поднимитесь на такую вершину популярен? Что же вас заставляет так упорно держаться за афганскую тему? Ну, в общем-то Вообще, была, конечно, у нас задумка полтора месяца назад Преобразовать ласковые береты Ансамбль Легкие песни писать Ну, на самом деле, конечно Это дело категорически В общем-то, у нас практически все песни Какой-то пишет Ну, вы знаете Наверное, начали мы с Арганистана Пели об Арганистане И хотелось бы, чтобы эта тема была постоянной Нашей темой Конечно, мы не отказываемся от того, что можно где-то в программах петь и популярные песни, и советские песни Никто этого не отрицает Но основная тема – это Арганистан По-вашему, эта тема настолько неиссякаемая, что еще… Да, она неиссякаемая По крайней мере, мы так считаем Пока будут живым в конце, петь всегда не сочет Работаете профессионально? Да, мы сейчас работаем с очень солидной концертной организацией Парашютный десантный полк Всем в этом полку служим на должностях Ну, художественное самодействие Художественное самодействие, если честно Хотя уровень… Недавно записали третью пластинку Уровень работы профессиональный, но статус художественного самодействия Понятно, а вы начали петь в Арганистане? И встретились в Арганистане? Да нет, ну не все, что ли Это уже у нас четвертый состав анцепта Начинали мы в Арганистане одним составом Также в Арганистане появился второй состав Потом из Арганистана, когда вышли уже Прибились ребята, которые в Арганистане не были Ну, сейчас уже замена тоже Ребята в Арганистане не были Вот мы с Юрой, главным представителем Стараемся долей не держать Ну, конечно, ребята приобщаются к этому делу очень быстро Потому что одно дело не на гражданки играли Одно, сюда пришли и такая нагрузка постоянно Арганистана, Арганистана Они там живут пропитанностью Это все это Нет, ну если идут про песни Вообще поем Это оно у Сергея Федоровича Когда я был два года Мама подарила скрипку С тех пор он и поедал Ребята, вот сейчас так кардинально изменились взгляды на Афганскую войну У вас они остались прежними или тоже как-то изменились? Ну, как можно так больше изменить? Они изменились Изменились Они изменились в плане политической краски Потому что мы такие же люди Мы то же самое Мы не хотим сказать, что в краю у нас воевать И никто не хотел воевать Но мы поем и пили и будем пить Ребята, которые там были А не тех, кто нас туда послал Да, мы в общем-то поем только в узкоконкретном смысле О делах наших солдатах О лице, гражданском лице Человеческом лице А не о войне И зачем нам это? Ну еще хотелось бы сказать, что в общем-то Дело в том, что не все, что в нашей прессе можно принимать один год назад Получается практически больше так, что просто нормальные люди могут прорваться в прессу А пишут дополнительные люди, которые имеют возможность писать Что они пишут? Немного раз просто зубами скрипишь А даже о продержении дома не всегда напечатывают Поэтому, знаете, у людей складывается такое печатление Гадости хватало, конечно, в Афганистане Но хорошего-то было больше от наших людей Вот положительные дела, они всплывают А разные такие, знаете, конъюнктурные моментики, кому они нужны Но они вот в прессе в нашей присутствии А это не есть хорошо С чем все-таки вам подручнее в руках? С гитарой или с автоматом? А хорошо, когда это уйдет Надо успокоить Спасибо большое Спасибо большое И желаю успехов Спасибо, что мы тут подготовились на чар А сейчас сядем Не сиди, а мне тоже В автомат кладу мне, когда дают гитару И говорят, пой И одной из самых любимых песен моего экипажа Она так и называется, знаете Армянский, азербайджанский и грузинский на теле И вот такая песня 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 И еще я хочу сказать огромное спасибо организаторам этого фестиваля. Вообще говорят, вернее могут спросить, зачем нужен фестиваль афганской песни. Но что он дает? Война прошла, точки может быть не поставлены, но зачем нужна песня? Вы знаете, я сразу вспоминаю такие строки, это нужно не мертвым, это нужно живым. Прошел Афганистан, это действительно одна из скорбных страниц нашей истории. Но сейчас, что створится в нашей стране? За время в Афганистане погибло, как говорят, 12 с лишним тысяч за 10 лет. Но гораздо большая цифра погибших у нас в Союзе за эти годы. Такие фестивали призывают людей благоразумию, человеколюбию. Вы знаете, к тому, чтобы они прежде, чем ставить какой-то рощер, чтобы они очень хорошо подумали. И за то, чтобы наши парни, которые уходят в ряды советской армии, и их мамы были спокойны. Что они идут для того, чтобы учиться, как защищать родину. А не для того, чтобы идти на своих. И вот сейчас я приглашаю на сцену организаторов, вернее, одного из представителей, Саши Плавейский. Ну это просто душа фестиваля, Саша Плавейский. Это чисто наш башкирский сувенир. Вы, наверное, думаете, что это такое. Это книга, открываешь ее. И шахматная доска. Наше объединение Агидель. Башкирия. Правда, это сделано в городе Уфе. И вот, ребята, вам я хотела подарить две ложки, но подумала. По три ложки. Так, сначала, Саша, вот это возьми. Теперь вот эту ложку. Вы знаете, ребята, вот эта ложка, пускай она будет залогом вашей дружбы. Что мне понравилось в этих ребятах, вы знаете, у них вот это братство афганское. Ну просто чрезвычайно развито. Это просто здорово. Это видно по их отношениям. Они могут где-то поссориться, у них какие-то конфликты. Но тем не менее, это видно, что это братья. А в семье всякое бывает. Ну и... Это аплодисменты, ребята. Ребята, Андрюша, мой добрый, подойди, пожалуйста. Я хочу сделать маленький бакшиш. Андрей, мы с ним познакомились на московском фестивале. Кстати, так получилось, я не думала, что они сейчас выйдут. Но именно вот эти два парня пригласили меня в Алмату на ваш фестиваль. Ну, дарю я тебе это не за приглашение, а за то, что ты, Андрей, отличный парень. И за то, что ты, ну, просто молодец. Больше всего это надо. Огромное вам, ребята, спасибо. И, наверное, это спасибо от всех, кто присутствует в зале. Дай Бог, чтобы ваш фестиваль жил как можно дольше. Ну, мы поняли по реакции, как вы тепло встретили парня из Перми, Юлия Некуша. Ну, и в поддержку ему выступит еще один его земляк с города Перми, Вадим Средников. Я думаю, вы также тепло встретите его. Вадим Средников, город Пермь. Вадим Средников, город Перми. Все вы, наверное, смотрели два года назад по телевизору первый фильм об Афганистане. Этот фильм назывался «За все заплачено». И после этого фильма появилась песня, которая называется «А за все ли заплачено?». Эта песня как появляется нашим ответом на этот фильм. Нас бесплатно привезли и бесплатно нас одели на другом конце земли. Всех бушлаты и шинели дали в руки автомат совершенно безвозмездно. И кормили всех солдат вещей вкусной и полезной. Сигареты, каранам каждый месяц выдавали. И в дуканах разный клан иностранцы выдавали. Ну, а если вдруг душман ствол навел и парню крышка, То бесплатно на тюльпан и лети домой, братишка. Папе, маме, за тебя деньги крупные заплатят. Всем помогут и любят, всех заботают, охватят. А на кладбище, где ты занял свой окоп последний, И будут все нести цветы и зимой, и в день весенний. Ну, а если ранен вдруг, кучу денежек получишь триста, Если нет рук, если ног, то даже лучше. А кто цел и ненеги прожагал путем тернистым, Тем мы славу воздадим, и год и даст совет министра. Все газеты о тебе сразу запестрят статьями, Поучаствуют в судьбе, станут лучшими друзьями. Каждый месяц в магазин приходи, За дефицитом там все дружно как один, Ждут тебя, чтоб был ты сытым. В общем, не переживай, не оставят будь спокоен, Ты живи да поживай, будет все, чего достоин. Счастье каждый день несет, но вопрос звучит иначе, Раз заплачено за все, почему же, мам, плачу, Почему ж, братишка мой, тот, что без ноги вернулся, Хоть не целый, но живой, вдруг стыдливо отвернулся. И еще хочу спросить тех, кто вместо солнца светит, Сколько нужно заплатить, чтоб просохли слезы эти? Сколько нужно заплатить, чтоб просохли слезы эти? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Вторая песня написана на основе недавних событий, так будем говорить. Ну, все вы знаете, что дети любят подражать взрослым, И вот в этой песне поется о том, как в детском садике ребята играют в игры взрослых. Песня называется «Депутаты». Ни рулетка, ни наперсток нас уже не увлекают, Пройден этот перекресток, даже дети нынче знают. Никому мы не мешаем, ни Европе, ни штатам, Мы играем, мы играем, мы играем в депутаты. В детском садике ребята опыт наш перенимают, Как в Чапаево когда-то всюду в Нельцена играют. Самых лучших выдвигают претендентов на мандат, И играют, и играют, и играют депутаты. А сегодня в гостиницу «Кавказ», где собственно и разместились участники фестиваля, Все заезжали и заезжали новые гости. При этом они уже предвкушали атмосферу будущего фестиваля. ПЕСНЯ Кто из нас не знает о чем поют солдаты? Молодые мужчины, прошедшие через долгие боевые испытания и армейские будни. О чем, как не о боли души, нежности и силе, родине и любви. Пардовская песня, этот царственный монолит умной и доброй музыки и поэзии, Именно он сегодня объединил под своим крылом солдат и офицеров. ПЕСНЯ Не я первый полковник, который взял в руки гитару, есть и генералы. ПЕСНЯ Вы понимаете, это настолько приятно. ПЕСНЯ И можно сказать, что даже выжить. ПЕСНЯ Потому что песня – она не просто друг. Она единомышленник. И тот, кто знаком с бардовским, с авторским движением, я уверен, согласится с этой фразой однозначно. Интересно, что большинство из участников фестиваля – военнослужащие погранвойск. И это, наверное, не случайно. На Сочинском фестивале покровительствует даже генеральский состав Федеральной пограничной службы России, прицелебителя лирики и поэзии Николая Бордюжи. Директор Федеральной пограничной службы России даже учредил специальные призы победителям, а председателем жюри приглашал начальник управления ФПС генерал-лейтенант Владимир Круглик, для которого, как и для всех остальных, фестиваль — это нечто сродни глотку свежего воздуха. Это потребность, необходимость излить солдатскую душу. Среди гостей фестиваля немало представителей и других родов войск. За честь приехать в Сочи посчитали легендарный ансамбль «Голубые береты», православный хор военнослужащих из Владимирской области, группа «Перевал» из Сургута, музыкальный коллектив 1-й отдельной бригады охраны Москвы, автор и исполнитель собственных песен киевлянин Владимир Мазуров, бывший воин-интернационалист Барт Сергей Куснецов и многие-многие другие победители и участники популярного телевизионного фестиваля «Солдатская песня Виктория». Первого смотра конкурса и первого фестиваля «Бардовская песня», который в прошлом году провели пограничники. Прибавит ли веры в Россию, в любовь и в песню сочинский фестиваль, судя по всему, в этом его участники убеждены давно. Я вот предвосхищая вот эту встречу, этот город, я написал песню, которую посвятил городу Сочи. И я должен сказать, вот без лишнего там скромности, может быть, о том, что это одна из лучших моих лидических песен, и назвал эту песню «Город нашей любви». Я на службе не пишу романы, Мне гадалки с гороскопом ни к чему. Я на службе не пишу романы, 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...